Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что по-научному очень страшно называется видовременная система английского глагола. Ну, а говоря простыми словами, об этой самой пресловутой, страшной, непонятной английской грамматике. Времена, страдательные залоги и многие другие ужасы, от которых действительно встают волосы дыбом на голове. И ночью просыпаешься в холодном поту. Но сегодня мы попробуем с вами в этом разобраться. И я уверена, мне удастся убедить вам в том, что английская грамматика не такая уже страшная, не такая пугающая, а наоборот понятная и доступная. Итак, начинаем! Меня зовут Оксана Сударева. И страшно сказать, я уже 32 года преподаю английский. Я по образованию филолог, психолог, психолингвист, нейролингвист. Я много стажировалась и училась за границей, даже работала за границей. Я постоянный участник всех самых значимых международных семинаров и тренингов для учителя английского языка, как иностранного. И еще у меня много-много разных дипломов, званий, достижений. Все это помогает мне строить, ну, на мой взгляд, уникальную систему преподавания английского языка. А в том числе преподавание именно вот этой самой видовременной системы английского глагола. В свое время у меня это вызывало очень большие трудности. И когда я стала преподавателем, я решила в этом разобраться раз и навсегда. Я потратила очень много лет на то, чтобы найти взаимосвязи, найти логику. И, как мне кажется, мне удалось построить эту простую и понятную систему. И еще немножко, минутка хвостовства. Это мой рейтинг среди преподавателей английского языка России и СНГ. Это порядка 420 тысяч человек. Ну что ж, я думаю, дорогие друзья, все из вас, кто изучал английский, помнят эту страшную таблицу, от которой хочется сразу закрыть учебник и пойти заниматься каким-нибудь другим делом. Потому что нормальному человеку в этом всем ужасе и кошмаре разобраться невозможно. Сейчас вы видите перед собой таблицу времен действительного залога, active voice. И можно посчитать, 4 на 4 здесь 16 временных форм. Я думаю, все из нас учили в школе эти страшные формулы, которые абсолютно непонятны. Где-то похожи, где-то вообще непонятно, что ставить. И я уверена, что и у вас, так же, как и у меня, эта таблица, эти формулы вызывали, ну, хотя бы слезы, а может быть и ненависть. Вот я предлагаю, друзья мои, с этой таблицей закончить раз и навсегда и попробовать разобраться в этом всем по-человечески. Я буду иногда на протяжении нашей с нами встречи делать скриншоты из разных учебников. Стивен Кинг отдыхает. Вот смотрите, пожалуйста, это здесь дано описание, что же такое это видовременная система глаголов. Да, я позволю себе немножко прочитать. Долго я читать не буду, потому что от этого может случиться припадок. Видовременная группа продолженных времен обозначает действия, которые протекают, протекали, будут протекать в определенный промежуток или период времени. Дополнительными характеристиками таких действий является их незаконченность, динамичность, наглядность и так далее. Ну, согласитесь же, что все прям совершенно понятно. Ты прочитал определение, думаешь, да, конечно, я так и буду делать. Ничего не понятно, но очень интересно, согласитесь. И вот и я, и вы, и многие ученики, которые приходят ко мне после разных попыток изучить английский язык, они выглядят именно так. Потому что действительно, прочитав такое определение, хочется сделать только фейспалм и ничего больше. И, конечно, какой возникает ответная реакция на это, хочется перестать заниматься английским языком, потому что это просто больно. С другой стороны, многие из нас начинают корить себя за то, что, ну, если мне непонятно то, что другим понятно, значит, это, наверное, дело во мне, а не в английской грамматике. И нужно try harder, try harder, try harder, учиться, учиться и учиться, пытаться, пытаться и пытаться, заниматься, заниматься и заниматься. Я думаю, что вы со мной согласны, что результатов даже это самокопание и самогрызение не приносит. И мы делаем единственный в этой ситуации вывод, английская грамматика, это очень сложно. Это для избранных, не для меня. Но сегодня и прямо сейчас мы будем учиться ее любить. Ну ладно, хорошо, если не любить, то хотя бы понимать. Для этого я предлагаю вам, как ни странно, забыть все таблицы, все схемы, все формулы, все вот эти страшные описания временных форм, а понять вот одну такую простую вещь. Современный английский язык, он сформировался примерно во времена Уильяма нашего Шекспира. И вряд ли была такая ситуация, что собрались некие столпы общества Англии и решили, а давайте-ка, давайте-ка мы построим такую видовременную систему английского глагола, чтобы все иностранцы сдохли. А давайте напридумываем каких-нибудь непонятных страшных формул, их побольше сделаем, вот пусть они там все с ума сойдут. Вряд ли было так. На самом деле ничего такого не придумывали. Люди просто говорили, просто выражали свою мысль. Эта мысль в связи с тем, что английский язык, язык аналитического типа, выражался конкретными словами в конкретной форме на конкретном месте в предложении, и ничего специально вредного они не делали. Поэтому я вам предлагаю поступить именно так. Просто посмотреть на предложение в определенном времени и просто понять, что там написано. А для начала давайте возьмем просто три глагола. I go, я хожу, we drink, мы пьем, he writes, он пишет. Специалисты, конечно же, сразу узнали, это же наше любимое время, present simple. Что же дальше происходит? В зависимости от программы, в зависимости от методики, present continuous это либо первое время, с которым знакомятся обучающие, либо второе. То есть это самое-самое начало знакомства с языком. И здесь человеку, который только-только начал погружаться в язык, преподаватель, как правило, к сожалению, говорит следующее, про present continuous. Present continuous строится при помощи формы глагола to be, вспомогательного глагола to be в настоящем времени, плюс основного глагола с инговым окончанием. Вот это сама по себе фраза уже вызывает отторжение, кроме того, что она не имеет ничего общего с реальной жизнью. Я сейчас вам открою большой секрет, нет никакого глагола с ингом. Как только мы добавляем глаголу инг, он превращается в причастие. То есть говорить про going, что это глагол go с ингом, это все равно, что говорить про идущий, это глагол идти со щи. Ну, звучит как-то странно. Здесь смотрите, что получается. Как только мы глаголу приделали этот соффикс инг, стало причастие. И получилось the going, идущий, drinking, пьющий, writing, пишущий. И что мы делаем теперь? А теперь я вам открою второй секрет. Глагол to be в present continuous, он совершенно не вспомогательный. Он основной. Я есть. Я являюсь. Я нахожусь. А теперь давайте просто, по-человечески, переведем дословно, что написано. I am going. Я являюсь идущим. We are drinking. Мы являемся пьющими. He is writing. Он является пишущим. Согласитесь, что так гораздо проще. Нам еще это знание понадобится чуть-чуть дальше. Дальше я хочу что сказать, что как только человек, который изучает английский язык, слышит, что present continuous это вспомогательный глагол to be плюс глагол singum, в этот момент система, которая только-только начала строиться, она ломается, и дальше построить ее самостоятельно практически невозможно. Мы сейчас попробуем двинуться дальше. Итак, мы можем все то же самое сказать про вчера, заменить глагол to be на глагол в формах прошедшего времени. I was going. Я был идущим, когда встретил тебя. We were drinking. Мы были пьющими, когда мама пришла. He was writing. Он был пишущим, когда в дверь позвонили. Просто, правда? А что же будет, если мы попробуем это передвинуть в будущее время? I will be going. Я буду являться идущим завтра. We will be drinking. Мы будем являться пьющими. He will be writing. Он будет являться пишущим. Согласитесь, что так гораздо проще, чем переводить я иду, он шел, он пойдет. Здесь получается путаница со временами simple. А здесь, когда мы это переводим дословно, я буду являться идущим, сразу все становится на свои места. А теперь, да, вот тот самый present perfect, который для многих является кошмарным кошмаром. Согласитесь, что это вообще непонятно. К чему, о чем, почему. Невозможно разобраться. Ерунду какую-то придумали. Но сейчас мы попробуем и с этим разобраться. Давайте начнем с названия времени. Present perfect. Present настоящая. Perfect совершенное. Или совершенное. На самом деле, с точки зрения русского языка, этимологии этого слова, да, совершенное и совершенное, это одно и то же слово. Значит, речь идет о чем-то в настоящем, но это действие, оно уже совершено, совершенное, совершенное. Здесь ломает мозг тот факт, что предложение в present perfect мы переводим на русский язык прошедшим временем. I have bought a car. Я купила машину. Но в английском языке present perfect это глагол настоящего времени. Здесь я написала вам вот ту самую страшную формулу, которую вы наверняка все знаете. Have has плюс we three. Глагол в третий форме. А теперь давайте разберемся. Что же такое это третья форма? Третья форма, если у нас правильный глагол, мы добавляем идиим. Если это неправильный глагол, это третий столбик. Когда я своих учеников спрашиваю, скажите, пожалуйста, а что такое это третий столбик? Почти никто не может ответить. С первым столбиком понятно. I go. Настоящее время. Со вторым столбиком тоже понятно. I went. Прошедшее время. А третий столбик. Что это такое? Done, drunk, written, learned. А это то, что по-русски называется страдательное причастие. И, грубо говоря, это суффикс –ный. Done – сделанный. Trunk – выпитый. Written – написанный. Learned – выученный. Нам эти знания сейчас очень пригодятся. И если мы просто возьмем и предложение в Present Perfect дословно переведем, что мы получаем? I have done – я имею сделанным. We have drunk – мы имеем выпитым. He has written – он имеет написанным. То есть, что получается? Вот, у нас опять здесь невспомогательный глагол have a has. Это основной глагол я имею. Have – это настоящее время. Я сейчас имею сделанным. I have bought a car. Я имею купленной машины. Имею сейчас. Я сейчас выгляну в окно, она там стоит. Я надеюсь. Вот. И ответ на вопрос, почему это настоящее время. Present. А совершённая? Покупка машины была совершена. Она совершена. И сейчас, благодаря тому, что я в прошлом совершила покупку машины, я её имею. Мы можем посмотреть дальше, двинуться дальше. Например, he broke a leg. Это предложение в Past Simple. Он сломал ногу. Из этого предложения следует такая информация. Когда-то в прошлом у этого человека был такой факт. Он сломал ногу. Точка. Передача информации закончилась. Что сейчас? Он до сих пор в гипсе. Или это уже было в прошлом, он уже нормально ходит и дальше. И с Past Simple этого не следует. Здесь нужно давать дополнительную информацию. Но как только мы слышим ту же самую русскую фразу «он сломал ногу» в Present Perfect, he has broken a leg. Нам сразу становится понятно. Он имеет сломанную ногу. Имеет сейчас. Значит, сейчас он в гипте. Present Perfect даёт нам дополнительную информацию о том, что сейчас происходит. Сейчас в наличии результат этого действия. Предмет какой-то. Или нет. Мы можем посмотреть на Past Perfect, в котором многое кажется ещё сложнее. Но здесь мы разберёмся. То же самое. Это прошедшее, совершённое. Я это время предлагаю своим ученикам запоминать как предпрошедшее. То есть мы берём какой-то факт в прошлом и говорим о втором факте, который совершился до него, раньше. Формула у этого времени Head плюс V3. Давайте посмотрим. I had done. Вот на тот момент вчера я имел сделанным. We had drunk. На тот момент вчера мы имели выпитым. He had written. На тот момент вчера он имел написанным. Поедем в будущее. Future Perfect. Будущее совершенное. И это время я предлагаю запоминать как предбудущее. Здесь абсолютно то же самое, что было с Past Perfect, только флажок мы ставим в какую-то точку будущего. Мы говорим о каком-то факте, который свершится в будущем. И говорим о втором факте, который произойдёт до него. И здесь формула у нас будет will have плюс глагол третьей формы. Вот та самая форма, которая называется страдательным причастием. I will have drunk. Я буду иметь сделанным. К тому моменту, как мама придёт с работы. We will have drunk. Мы будем иметь выпитым. К тому моменту, как придёт последний гость опоздавший. He will have written. Он будет иметь написанным к тому моменту, как завтра прозвенит звонок. Согласитесь, что Perfect это оказались не таким и страшным зверем. Посмотрите, пожалуйста, определение Present Perfect Continuous из учебника. Future Perfect Continuous Tense употребляется для выражения процесса длительного будущего времени, который начинается ранее другого будущего действия или момента в будущем. Мне даже голоса не хватает, чтобы этот кошмар прочитать. Я не буду вас мучить этим ужасом. Мы попробуем разобраться по-человечески. I have been reading this book for two hours. То есть я сейчас имею пребывание в процессе чтения книги уже два часа. Я сейчас читаю. И хочу вам сказать, что этот процесс уже длится два часа. I had been reading this book for two hours. Вот на тот момент, когда мама пришла с работы, я имел пребывание в процессе чтения книги два часа. И I will have been reading this book for two hours. Я буду иметь пребывание в процессе чтения книги два часа на тот момент, когда мама завтра вернется с работы. Сложновато, много накручено, но я призываю к тому, чтобы не запоминать эти страшные формулы, а попробовать просто перевести I have, имею, been, пребывание, reading, процесс чтения. И тогда английская грамматика разложится по полочкам, станет понятна и ясна, а может быть даже любима. Итак, давайте возьмем четыре времени группы future. У нас есть future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous. Чтобы не пугать вас страшными словами, я на каждое время написала пример. I will go future simple, I will be going future continuous, I will have gone future perfect, I will have been going future perfect continuous. Мы с вами сейчас на сегодняшний момент посмотрели 12 времен. А если вы помните эту страшную таблицу, времен 16, есть еще четыре времени. И мы эти четыре времени сейчас с вами очень быстренько усвоим. Они называются очень страшно. Future in the past simple, future in the past continuous, future in the past perfect, future in the past perfect continuous. Употребляются они, как правило, в такой теме, тоже страшной, которая называется shift of tenses or sequence of tenses. Сдвиг времен или согласование времен. Если коротко, то правило такое. Если в сложном подчиненном предложении главная часть началась в прошедшем времени, то в отличие от русского языка, в зависимой части мы не можем поставить ни настоящее, ни будущее. В настоящее время заменяется на past, а будущее время заменяется вот на это самое future in the past. Вот эти страшные-страшные времена. Не могла пройти мимо этого замечательного мема, который действительно описывает английский язык. Так странно, когда не можешь попрощаться с прошлым, и оно лезет в настоящее. И это уже не настоящее-настоящее, а прошлое в настоящем. И ответ. Я думал, такое только во временах английского языка бывает. Но видите, как связаны времена английского языка и наша жизнь? Так вот, сейчас, друзья мои, с нами произойдет вжух. Мы сейчас с вами этих новых четыре страшных времени выучим за две секунды. Как говорил Михаил Задорнов, набрали грудь воздуха. Готовы? Уилл меняем на вуд. Все. Две секунды, и вы теперь знаете четыре новых времени. Было I will go. Стало I would go. Было I will be going. Стало I would be going. Было I will have gone. Стало I would have gone. Было I will have been going. Стало I would have been going. Неплохо, правда? Вот, друзья мои, вот та самая табличка. Те самые 16 времен действительного залога. Но это еще не все. Не переключайтесь. Я специально сфотографировала много лет назад страничку из дневника моей дочери-первоклассницы. Обратите внимание. Человек знает правила. Жи и ши пиши с буквой И. Но умеет ли он применять это правило? Вот здесь с этими табличками, с этими схемами и формулами английских времен иногда случается та же самая история. Мы можем назвать формулами, мы можем назвать правила употребления времен, но не умеем их употреблять. Та система, тот подход, который я вам только что предложила, он совсем другой. Он идет через понимание, через логику, через чувствование и дает совершенно другой подход. Итак, это был у нас Active Voice, действительный залог. А что же сострадает нам залогом? Это форма залога, показывающая, что лицо или предмет, выступающий в предложении, в роли подлежащего, не производит действия, не являются его субъектом, а испытывают на себе что-либо действие или влияние, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Убираем этот ужас и пытаемся разобраться по-человечески. Еще одна моя любимая фишка. Я много лет собираю фотографии, татуировок с английскими фразами, с ошибками и всяких разных объявлений на английском языке тоже с ошибками. Вот, обратите внимание, пожалуйста, это из моей коллекции как раз то, что нам сейчас подойдет. Вас обслуживает администратор. You serve the administrator. Кто из вас увидел, в чем здесь ошибка? Скорее всего, это был машинный перевод, который не справился со страдательным залогом, и фраза получилась совсем другая. You serve. Ты служишь. То есть вы служите администратору. А чтобы перевести правильно русскую фразу, надо было написать you are served. Тебя обслуживает. А если мы применим мою методику и попробуем перевести дословно you are served, ты являешься обслуживаемым. Вот это served. Красное окончание иди. Ничего вам не напоминает? Не похоже ли это на ту самую третью форму глагола, которая применяется в перфектных временах в E3? Посмотрите-ка, ведь это то же самое. Это не новая тема. Давайте попробуем перевести все это в прошедшее время. You served. Ты служил кому-то. You were served. Ты являлся обслуживаемым. А если мы перейдем в будущее, мы получим то же самое. Все очень просто. You will served. Ты будешь служить. You will be served. Тебя будут обслуживать. Ты будешь являться обслуживаемым. Согласитесь, тут гораздо проще, чем опять изучать эти страшные формулы страдательного залова. Вот. Тут даже я не буду вам это читать, потому что огромное количество непонятных слов, которые рассказывают о том, как употреблять active voice, как употреблять passive voice, как они отличаются, грамматика, бла-бла-бла. Убираем это. Идем дальше. Давайте разберемся с причастием в английском языке. Это не личная форма английского глагола, которая обладает свойствами глагола, вина, речи, прилагательного, делится на причастие настоящего времени, participle one, причастие прошедшего времени, participle two, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Давайте разбираться по-человечески. А посмотрите-ка, пожалуйста, не напоминает ли вам это что-то, что было несколько минут назад? Writing, written. И вы мне сейчас скажете, простите, но writing, мы же об этом говорили, когда говорили про времена continuous, а written мы говорили, когда мы говорили про времена perfect. И я вам скажу, друзья мои, вы абсолютно правы. Фишка в том, что это те же самые формы. А нас всегда учили. Каждая временная форма. Это что-то новое, что-то новое, что-то новое. У нас накручивался вот этот комок огромного количества каких-то формул, в которых мы просто тонули. Шекспир, writing, Romeo and Juliet. Шекспир, пишущий, Ромео и Джульетту. Я в скобочках напоминаю, что в русском языке это было бы через запятую Шекспир, запятая, пишущий, Ромео и Джульетту. А в английском языке мы здесь запятую не ставим. Средательное причастие. Romeo and Juliet, written by Shakespeare. Ромео и Джульетта, написанная Шекспиром. Элементарно, Ватсон. Что я хочу сказать? Посмотрите, пожалуйста, на эти четыре разные конструкции, про которых есть четыре темы в учебниках, которые учителя нам заставляют учить четыре разных формулы. Это present simple, present continuous, present simple passive. Но. I am a teacher. I am hungry. I am reading. I am invited. Посмотрите, это одна и та же конструкция. Там только меняется одно слово. I was a teacher. I was hungry. I was reading. I was invited. Это одна и та же конструкция. Одна и та же. I will be a teacher. I will be hungry. I will be reading. I will be invited. Это одна и та же конструкция. Нам нужно вместо двенадцати конструкций запомнить три. А по факту запомнить всего одно, что мы берем какую-то форму глагола to be, я есть, я являюсь, я нахожусь. Дальше мы можем поставить существительное, прилагательное, причастие, страдательное причастие. И у нас получатся разнообразные конструкции. Это огромнейший пласт вот этой самой страшной грамматики, которую мы сейчас с вами сжали. Вот такой маленький шарик. И он оказался простой и понятный. Посмотрите, пожалуйста. За это время, за время нашей лекции мы с вами изучили восемнадцать тем из темы видовременной системы английского глагола. Я вас поздравляю. Я надеюсь, у вас есть теперь понимание, как это все устроено, что это означает. Безусловно, понимание не значит усвоение и самостоятельное употребление. Но я всегда говорю о том, что если я что-то поняла, это дает мне силы и возможности это развивать, это употреблять, этим пользоваться. Без понимания тренировать употребление бесполезно. Ну что, друзья, вы настоящие герои. Вы освоили видовременную систему английского глагола. Я желаю вам удачи в тренировке всех этих конструкций. При надобности вы можете пересмотреть это видео. И желаю вам огромных успехов в изучении этого прекрасного языка. И я очень надеюсь, что после нашей встречи вы хоть немножечко-немножечко полюбили эту прекрасную, загадочную английскую грамматику. С вами была Оксана Сударева. Я желаю всем прекрасного дня и до новых встреч, друзья!